Работа по рекультивации Пехтулинской свалки близится к завершению. Сегодня на объекте побывали председатель кабинета министров республики Иван Маторин, представители Министерства природных ресурсов, подрядных организаций и наша съемочная группа. Здесь уже мало что напоминает о Пехтулинской свалке. Я стою на самой высокой точке полигона. Под моими ногами 50 метров в высоту утрамбованных твердых бытовых отходов. Они прикрыты глиной, щебнем и геомембраной, которая защищает тело полигона от попадания осадков. Также уложен геотекстиль для укрепления конструкции. Газодренажные прослойки и щебни толщиной 20 сантиметров. Это классическая схема рекультивации свалки, которой пользуются и в других регионах страны. Остались виды работ, скажем так, газодренажные вытяжки, которые отвод газов будет производиться на верхушке тела свалки. Вентиляция, да? Вентиляция, да, скажем такую. Дальше осталось водосброс. Водосброс – это от остойника пруда, который от фильтрата, вода, которая собирается на подошве свалки, и она сбрасывается по трубопроводам на центральный коллектор, который будет уходить на очистные изоружения, БОС, биологическое изоружение Новочебоксада. Вот-вот начнут прокладывать эксплуатационную дорогу, по которой к Кургану будут добираться специалисты для проверки различных систем. Но и осталось навести красоту, постелить растительный слой грунта и посеять многолетние травы. Задача стоит до конца ноября полностью выполнить контракт. По заверениям подрядной организации, сегодня сдерживающих моментов нет. То есть все проектные решения сделаны, экспертизы имеются. Те разногласия, которые были по стоимости работ, по расстоянию вывоза груза из Чебоксарского района, все они решены. И ничто не сдерживает работу на объекте. Тело свалки герметично закрыто. В течение трех лет специалисты будут мониторить состояние воздуха в санитарной зоне. По такой же технологии к концу года должны завершить рекультивацию свалки в Ильбешево Чебоксарского района. На очереди Яльчики, Аликово, Канаж. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Трофимова, Борис Андреев.